И к другим темам. Все деньги за коммуналку скоро возьмет на себя новый орган региональный оператор. Такую новость северодвинским жилищникам сегодня сообщили представители областного министерства ТЭК и ЖКХ. У глав управляющих компаний в ответ появились десятки вопросов. Главный из них – почему правительство перестало им доверять? До сегодняшнего дня капитальным ремонтом многоквартирных зданий занимались только управляющие компании. Но вскоре финансовую часть этого вопроса возьмет на себя новый орган региональный оператор. По плану федерального правительства такие создадут в каждой области при местной администрации. Существовать он будет исключительно на областные средства для контроля местных финансовых потоков. Создавая регионального оператора, понимая, что учредителем будут являться органы исполнительной власти субъекта, мы понимаем, что таким образом сохранность денежных средств, сохранность платежей населения будет обеспечена. Собирать взносы на капремонт, работать с неплательщиками, готовить документы для проведения работ и даже выбирать подрядчиков – все это обязанности нового органа. В ответ на такой список у наших жилищников появились десятки вопросов. А за счет чего соседей будут строить? Это и последний вопрос. А почему ушли от контролящих организаций? Почему какой-то функции не определили в законе контролящей организации? Это очень большая и кромотливая работа. И есть опасения о том, что будут задействованы органы местного самоуправления. Уважаемые коллеги, я не могу отрицать сегодня ничего. Нововведение в жилищном кодексе страны гласит – каждый собственник будет ежемесячно выплачивать определенную сумму на капитальный ремонт зданий. В ближайшее время правительство области планирует составить план капремонта домов сразу на 30 лет. Какую роль в этом процессе будут играть жилищники, а главное – как наладить взаимодействие с новым органом? Теперь с этими вопросами предстоит разобраться с сотрудником северодвинских управляющих компаний. Наталья Аскерко, Виталий Трапезников, Вестник Северодвинска.